Сегодня в Магадане успешно работают 10 центров дополнительного образования. Они расположились в различных районах города и имеют разнообразные направления образовательной деятельности. Все они подразделения детско-юношеского центра, в котором обучаются более полутора тысяч детей и подростков. Коллектив – это молодые и опытные педагоги. 28 специалистов курируют порядка 50 творческих объединений и проводят около тысячи мероприятий. При поддержке учредителя Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана образовательная система и материальная база детско-юношеского центра стремительно развивается. Часть специальных помещений для занятий была создана и оборудована за счет президентских грантов. По словам Виктории Глазыриной, полученных средств при этом все же было недостаточно для того, чтобы обеспечить все нужды центров. Основная проблема – это материальная, скажем так, база, и у нас есть планы на это, на реализацию, но пока недостаточно средств. По словам сотрудников, не все магаданцы знают о том, где расположены центры, так как находятся они в помещениях многоквартирных домов и не выделяются на общем фоне. В планах управления сделать фасады более заметными, чтобы привлечь еще больше юных магаданцев для занятий музыкой, танцами, спортом, волонтерством и многими другими видами деятельности абсолютно бесплатно. Сегодня Оксана Бондарь, депутат Государственной Думы 7-го созыва, член фракции «Единая Россия», посетила центры дополнительного образования «Братина», «Клевер», «Старт» и «Чайка», где ознакомилась с их деятельностью и оценила качество материально-технической оснащенности. Мы сегодня посмотрели центры дополнительного образования в городе Магадане. На самом деле видно, что сейчас идут каникулы, и все залы ученические, там, где проводятся занятия, переполнены. Детки разных возрастов и занимаются спортом, занимаются творчеством. Это замечательно. Я увидела, как работают те оборудования, которые закуплены за счет федеральных грантов, за счет президентских грантов. Все это востребовано, все это интересно, все в хорошем состоянии рабочем. Это очень важно. Сегодня мы сделали обход центров дополнительного образования, чтобы понять, каким образом можно еще поддержать такое важное направление для молодежи. И сегодня мы обсудим по итогам этой поездки, какие, возможно, есть механизмы поддержки данных центров. Потому что, конечно, они должны стать ярче, фасады должны быть привлекательны для молодежи. Специалисты Управления по делам молодежи отмечают, что даже в нынешних условиях желающих записаться иногда больше, чем в свободных мест. И в случае повышения спроса на открытые секции центров количество занятий придется увеличить. Размещение крупногабаритного мусора на контейнерной площадке возможно только в ее пределах. Однако не все отходы можно оставлять на отведенном месте. Жители многоквартирных домов при переезде или ремонте вывозят мусор на контейнерную площадку. Делать так нельзя, поскольку крупногабаритные отходы нужно убирать по правилам – оплачивать и вывозить. Вот этот мусор они должны оплачивать отдельно, то есть брать талоны, оплачивать и вывозить каким-то образом. То есть размещение такого мусора не предусматривается на контейнерных площадках. То есть жители должны делать это самостоятельно. Если оставлять такой мусор у контейнерных площадок, будет административный штраф. Для физических лиц – от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц – от 15 до 75. За последнее время специалисты привлекли к ответственности пятерых магаданцев за размещение мусора на дворовой территории. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, складируют ли крупногабаритные отходы в их дворах. Да, бывает. Нет, у нас нет. Бывает. Нет, не бывает. У нас мусорка нормально убирает, без проблем. Открытие региональной выставки конкурса «Юные дарования» прошло в областной научной библиотеке имени Пушкина. Она посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского и 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Свои работы представили 157 учащихся детской художественной школы и художественных отделений детских школ искусств Магаданской области. Софья Дружинина учится в детской школе искусств в поселке Сокол. Юная художница мечтает в будущем связать свою жизнь с искусством. Свои работы ученица готовила разное количество времени. Ну, бывало, что по четыре дня я их рисовала, по пять дней. Бывало, что за два дня, ну или за один день. Но вообще я очень хочу очень красиво рисовать. Я еще дома бывает, что рисую что-нибудь. Фломастеры, карандашами или красками. На выставке представлено 156 работ. Некоторые из них коллективные. Поучаствовали в конкурсе ребята от 6 до 18 лет. Лучших юных художников определят в номинациях. Станковая композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура, рисунок, живопись и компьютерная графика. Председатель жюри конкурса поздравил участников и дал начало конкурсу. Вас я поздравляю. Это достаточно получилась интересная выставка, экспозиция. Тема, конечно, очень серьезная. И вот тема 20-летия Федора Михайловича Достоевского, ребенку 6-9 лет, например, по этой теме достаточно сложно что-то сделать. Да, не 6-9 лет, да, и мне бы сложно было сделать. Поэтому в данном случае большая роль, конечно, зависит от преподавателя, как поставить задачу. Организаторы выставки отметили, что участники даже достоверно изобразили русского полководца Александра Невского. Юные художники показали его и во главе своего войска. Некоторые работы ребята создавали по мотивам жития Александра Невского. Основные критерии оценивания работ, помимо попадания в тему, соответствия теме, ну, естественно, создание художественного образа и художественная составляющая была, конечно, очень важна. Вот, значит, темы достаточно сложные, особенно, они не только для детей сложные. Если бы дали такое задание взрослым художникам, это тоже было бы достаточно непросто, потому что Федор Михайлович Достоевский достаточно непростой писатель. Лучших художников в каждой номинации и возрастной группе объявят на торжественном закрытии выставки конкурса. Она пройдет 1 апреля в 12 часов в областной научной библиотеке имени Пушкина. После закрытия конкурса председатель жюри Илья Репин проведет для ребят работу над ошибками и поделится профессиональными знаниями в области искусства. 67-летнего магаданца подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, потерпевший ночью 6 марта пришел домой в сексу общежития по улице Комунной в Магадане. Обнаружив отсутствие ключей, он постучал во входную дверь. Следственными органами СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. Предварительно установлено, что в ночное время, 6 марта 2021 года, потерпевший пришел домой в сексу общежития на улице Комуны в Магадане. Обнаружив отсутствие ключей, он постучал во входную дверь. Услышав стук, подозреваемый, проживающий в этой же секции, взял топор, открыл дверь и нанес соседу обухом топора один удар по голове, причинив рубленную рану лобной области. Второй удар топором по голове пострадавшему удалось заблокировать, а подоспевшие соседи смогли удержать злоумышленника от дальнейших противоправных действий. В связи с указанными обстоятельствами, подозреваемый не смог довести до конца умысел на убийство, а пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается. Подозреваемый не смог довести до конца убийство только потому, что ему помешали соседи, утверждают сотрудники ведомства. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь. Следователи проводят проверки, чтобы установить все обстоятельства и собрать улики. Наследуются ли пенсионные накопления в случае смерти человека? Напомним, формируются накопления за счет страховых взносов, которые платит работодатель, а также за счет средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии. Получить средства умершего человека могут родственники. В первую очередь – дети, супруг и родители. Во вторую – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Кроме того, застрахованное лицо может заключить договор с ПФР, в котором укажет своего правоприемника. Выплачивают средства, если смерть наступила до назначения накопительной пенсии умершему гражданину. После назначения срочной пенсионной выплаты и после того, как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Обратиться за назначением выплаты нужно не позднее 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица.